Сегодня вас ждет очень интересное интервью, в рамках которого я узнал просто сумасшедшие вещи. Фактически я позвал себя человека, который создал мод Инстаграма официального клиента, докачав его крутыми возможностями и исправил проблему с тем, что там жутко пережимается качество и можно выкладывать весь ваш контент, как и фото, так и видео в хорошем, нормальном качестве, как это можно сделать на iPhone, а может даже и лучше. Мы узнаем все подробности сегодня, как делаются моды, каким образом декомпилируются вообще приложения, как они собираются заново, как во всем разобраться, вообще опускация так ли страшна для моддеров, которым нужно что-то вставить в приложение. Обо всем этом расскажет нам разработчик Инстандера, который, соответственно, делает это уже не первый год и это даже его не первый мод, но во всем подробнее именно в интервью. Смотрите. Так, стоп, подожди. Прежде чем начать смотреть это видео, смотрим вниз, поставили ли лайк, подписались ли на канал, если все ок, можем идти дальше, если нет, ставим паузу и все делаем. Давайте, давайте, я жду, жду. Это очень важно, это греет мое сердце и заряжает энергией на новые выпуски. Дим, привет. Привет. Дима – это человек, который вообще, вот прямо, скажите, самое интересное, случайным образом нашел, узнал, что это человек из русскоязычного сообщества, разрабатывает крутое приложение, с помощью которого я могу вливать в Инстаграм фотографии нормального качества. Это что-то невероятное. Вот. И поэтому я сразу понял, что эту идею надо хватать и идти рассказывать про все это всему сообществу. Так вот, Дим, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте, чем ты занимаешься, как вообще пришел к созданию таких модов? Ну, моды я делал уже давно, как бы. Где-то годы с 2015-го, 2016-го я изначально занимался модификацией Google камеры для своего телефона, впоследствии делал всякие небольшие приложения. Потом, где-то в году, в 2020-м, в январе я устроился работать в МЧС, и там был такой период, когда я ездил на учебу, и когда я вечером приезжал домой, у меня было скучно, мне не было чем заняться. И в итоге, в один момент, мне, так скажем, надоела просто реклама в Инстаграме. Я полез в интернет искать какие-нибудь решения, кто что предлагает. На просторах форумов, на XDA, по-моему, нашел код выреза рекламы от такого человека, как Гришка. Я добавил его к себе в приложение. Оно заработало. Я такой, прикольно, надо поделиться с людьми. На тот момент у меня уже был личный блог в Телеграме. Там уже было какое-то количество людей, может быть, тысячи две, может быть, чуть меньше. Но это люди от старого проекта ко мне пришли, от той же камеры и от новостного портала у меня раньше был. Я выложил. И что-то людям зашло. Люди сразу начали просить, а добавь еще вот это вот, добавь вот это вот. А я на тот момент как бы не ассоциировал себя с разработчиком. Я очень плохо знал Java, на которой написан Инстаграм. Короче, вот это было для меня все очень тяжело. Но потом в итоге как бы почему бы не попробовать. Попробовал одно, попробовал второе, попробовал третье. И людям нравится, и мне нравится, и оно так пошло-пошло-пошло. То, что вылилось, то, что вылилось. Как бы проект мне до сих пор нравится. Хотя, честно говоря, немножко он уже поднадоел. Хочется что-то новенького. Но бросать пока не собираюсь его. Генеральный партнер Android Broadcast это команда инженеров Авитотех. Ребята делают классные штуки. Реально много крутых сервисов, хороших практик. Вообще прям с ними шикарнейшим-шикарнейшим образом работать. И я уверен, что вам может понравиться то, что они делают. Например, я для себя нашел много чего интересного у них в репозитории. Для того, чтобы ускорить сборку. И выровнять ее скорость между всеми членами своей команды. Там вы можете найти и другие полезные советы для вас. И, например, что-то даже за пределами этого, чего мне не понадобилось. Почему бы нет? Ведь ребята очень много выкладывают в SEO в Open Source. И делятся своими накопленными практиками на своих метапах. Заходите на сайт Авитотех. Там вы найдете полностью все ссылочки. И всю полезную информацию о компании. А также карьерные возможности в ней. А когда ты выпустил свой самый первый мод, я имею в виду, год? О, самый первый мод? О, это давно было. Это может быть в году 2012. У меня тогда был мой старенький телефон. Китайц. Чистый китайц. У него даже не было бренда. И на нем был Android 2.3. И вот мне почему-то захотелось себе прошивку со стилем Android 4. Тот еще Holo Design, который был новый, который всем очень нравился, который мне до сих пор нравится. Он очень красивый. Я почему-то захотел сделать себе из 2.3 дизайн 4.0. Ну и полез в систему, разбираться, что и как там. И вот у меня где-то даже до сих пор, если хочешь, я могу скинуть скриншоты, что это получилось. У меня до сих пор на Google Диске где-то находится этот проект. И вот с 2012-го это, наверное, был мой первый мод. Но он был не публичный. Это чисто для себя дело. Мне было просто интересно узнать, как это происходит. А первый публичный мод это, скорее всего, да, это, скорее всего, был Кейт Мобайл. Кейт Мобайл, когда он еще был очень популярным. Я там делал какую-то внешнюю, там, иконки менял, темы немножко под себя настраивал. Но он как бы никому был не нужен, да и мне особо тоже не был нужен. А первый мод, который вот именно понравился и мне, понравился и людям, и который принес мне хоть какую-то там известность, репутацию, это был ДМГК. Это Google Камера, модифицированная под Xiaomi Mi A2. Это на тот момент был мой основной телефон, и вот под него я сделал эту камеру. Я ее выложил, ну и потом впоследствии другие телефоны тоже начал поддерживать там. Но основного это были Xiaomi-шники. Но люди говорили, что и на OnePlus'ах работает, и на других работает. Но Xiaomi был приоритет. Расскажи, пожалуйста, вот, а какой стэк ты знал, чтобы вот это вот все начать делать? Там, с Google Камерой, с импортом, вот это, холо темы на Android 2.3. Вот, ты до этого, то есть ты говорил, что как-то Java не знал, впрочем, а какой у тебя опыт программирования вообще был тогда? У меня вообще не было никакого опыта программирования. У меня на тот момент был только сертификат оператор-пользовательского компьютера. Это Word, Excel, PowerPoint и такое. Плюс на тот момент я еще немножко знал Linux. Я уже как бы мог разбираться с командами, со всей такой фигурой. Вот это был мой базис. И у меня было немножко, ну как немножко, достаточно знаний Photoshop'а. Все, вот с этими знаниями я начал делать. Я не знал, как там что работает, что к чему. Мне просто было скучно, стало интересно. Я взял АПК-шку из системы, разобрал ее, кое-что как-то поменял. Собрал, не получилось, телефон окирпичился, перепрошил телефон на стоковую прошивку и начал заново. И так несколько раз. До тех пор, пока я не понял, как это действительно работает и что надо делать. Мы сейчас прямо всем этим интервью дадим надежду в айтишникам. Ну, я надеюсь, что много людей-то займутся программированием. Или как минимум займутся модификацией, потому что сообщество модеров, оно очень маленькое. Там буквально, ну человек 100, ну это из моего окружения, которые делают действительно хорошие, сильные модификации. Все остальное, это, ну очень мало. Очень мало информации в интернете, как делать модификации. Очень мало гайдов, всего очень мало. Это, ну, это комьюнити очень маленькое, мне кажется. Окей, хорошо. Ты как-то вот то свое занятие в итоге модами смог, не знаю, там, монетизировать? Может, работу благодаря этому нашел? Или вот как-то вылилось на что-то профессиональное, именно полноценное, или там постоянный доход? Вот. Нет, я вообще никогда не ставил целью зарабатывать деньги именно модификациями. Мне просто было интересно. Мне нравится копаться в приложениях, в железках, по всякой такой фене. Поэтому я никогда не ставил целью зарабатывать. Потом, когда уже первые рекламы пошли, это уже был год 2016-2017. Тогда был проект Jamify. Вот на нем, когда первые рекламные заказы пошли, это там 100 рублей, 500 рублей, как бы. Это было нифига себе. Я делал то, что мне нравится, я еще за это какую-то денежку получаю. Вот это был, да. Но целью зарабатывать я никогда не ставил. И сейчас даже мне не ставит цель зарабатывать деньги. Да, в Инстандере есть донаты, есть галочки верификации. Но это больше как бонус за поддержку, но не цель. А работу как-то, может, он смог найти благодаря знаниям, полученным на основе модов? Нет. Честно говоря, я никогда не думал и никогда не представлял себя, что я свяжу свою жизнь с IT. Я почему-то у меня с детства, я хотел быть как отец, быть пожарным. И вот я уже третий год, я уже, я работаю в пожарной части, я именно пожарник. IT, модификация, это все больше как хобби. Я не искал, да, оно помогает в жизни, знание технологии, знание компьютера, в жизни это очень сильно помогает. Но работу я не искал и пока не собираюсь искать именно направлено на это. Меня в данный момент все устраивает. Невероятно. Я почему-то, я этот вопрос даже вот не задал перед тем, как мы с тобой обсуждали интервью и прочее. Я почему-то думал, что ты точно где-то в IT работаешь, то есть как бы понимаешь, имеешь что-то связь. У меня даже мысли не возникло такой, что ты не занимаешься этим. Не, ну, мне как-то неинтересно это. Мне неинтересно сидеть в офисе, неинтересно. Вот мне нравится, вот я прихожу на работу, я общаюсь с людьми, я выезжаем на пожары, спасаем людей. Для меня это честь, для меня это гордость, то, что моя жизнь, я уже многих людей спас, и то, что я свою жизнь прожил не напрасно. Для меня вот это уже очень важно. То, что помимо этого у меня есть три выходных, я дома занимаюсь программами, которые помогают людям еще больше, которых тоже, так же само, как меня, бесит реклама в Инстаграме, которые эту рекламу больше не видят. Это для меня тоже, мне нравится работать для людей, мне нравится помогать людям, спасать людей и делать что-то для людей. Блин, невероятная история, прям вот заиграло все новыми красками. Хорошо, давай тогда ближе уже непосредственно к технической части. Смотри, в принципе, если мы берем там современное приложение, там любой разработчик Android знает, нужно его защитить. То есть там, грубо говоря, сертификаты, опускация кода, шифрование какое-то происходит. У нас есть подпись приложения с сертификатом, который специально служит как раз, чтобы там никто не взломал, и можно было верифицировать и работать с ним. Ну и много-много всяких других инструментов. Так вот тут самое первое интересное знание вообще, а как вот происходит взлом версии Инстаграма какой-то и, соответственно, ее доработка? Ну, поначалу, когда занимался, это еще были версии 100, 120 или 140, там еще толком защиты не было. Да, там была, как и сейчас, обфуз. Обфуз там очень жесткий, там он от версии к версии меняется. Сейчас он стал еще жестче, там появились побайтные декодирования строк, которые в тысячу раз усложняют ситуацию с модификацией. Это гораздо сложнее искать нужные тебе места кода, куда тебе надо хуки вставить. Ну, а сама защита у Инстаграма, я бы не сказал, что она сильная. Она замороченная, чтобы с ней было тяжелее работать. Но она все равно, ее легко пройти. Там нету ни защиты либов, там нету ни проверки подписи. Единственный косяк, вот с которым я вот недавно столкнулся, это в начале прошлого года, они добавили файлик, который полностью ломает всю графику. Но этот файлик, ты просто перед тем, как разобрать приложение, ты его удаляешь, разбираешь приложение, собираешь, и все работает отлично. У них очень плохая защита. Но у них очень серьезная обфузификация. Короче, обфуз у них очень сильный. Каждый файл у них именуется тремя символами. И от версии к версии эти файлы полностью меняют свое название. Получается, если я разбираю версию 263, потом разбираю 264, все, файлы друг к другу не подходят. Чтобы перенести мне свой код, свои хуки на новую версию, мне надо потратить несколько дней, чтобы найти все те нужные места, куда эти хуки вставляются. А искать их гораздо сложнее, когда у тебя постоянно от версии к версии меняется полностью все. А сейчас, по моим ощущениям, у них появился новый разработчик. Потому что целый год у них был такой баг, то, что у них и сторис в Инстаграме, у них есть там троеточечное меню, куда я добавляю кнопку скачать. У них целый год было три файла, в которых добавляется один и тот же код и делать то же самое. И вот буквально сейчас, вот 17.0 выпустил, там этот баг исправили. Я, кстати, знаю вот эту тему с опускацией кода, почему она такая у Мета неплохая. Ее, короче, фишка в том, что я когда давным-давно, лет 5 назад готовил доклад вот про оптимизацию всех этих вещей, они прям очень сильно заморачивались. У них даже есть свой опускатор, он работает не с JavaByte кодом, а прямо с DEX-ами работает уже. То есть у них есть такой DEX-протектор, по-моему, или как это называется. В общем, он, короче, может прямо еще DEX шифровать. И они рассказывали как раз-то про оптимизацию процесса, про словари. Вот они интересную штуку рассказывали. Они сказали, что если вы, короче, не меняете словарь и оставляете его таким же каждый раз, то фактически ваши классы, которые, если там не сильно поменялись названия, не воткнулись в новые классы, то все, что смогли понять из прошлой версии, поймут и для следующей. Потому что, скорее всего, именование, порядок останется такой же. То есть просто ProGuard или R8, они проходят подряд, берут словарь и проходят подряд. И вот как раз-то они рассказывали про ту тему, что нужно делать каждый релиз, рандомизацию словаря, чтобы как раз-то менять классы, которые, грубо говоря, переименовываются в какое название. И вот, наверное, из-за этого, как раз-то, из-за этой практики у тебя такие сложности возникают, что они рандомизируют каждый выпуск приложения словарь, который шифруется. Да, мне Тайсон скидывал эту программу, которая делает их шифрование. Тайсон — это друг, который делает VKX, плеер для музыки, очень талантливый человек. Пацану уже сейчас 15-16 лет, но я ему очень восхищаюсь, он очень много чего знает. Он скидывал мне эту программу, которая делает это шифрование. Я пытался с ней разобраться, я так и не понял. Но суть в том, что, да, они переименовывают классы, но код-то остается тот же самый. Ты просто тратишь чуть больше времени, чтобы найти те же самые места. Места, куда вставляются хуки, они вообще не меняются. Их сложнее найти, потому что меняется. Но я сделал себе отдельный текстовый документ, с которым из версии-версии я пишу аналоги старых файлов. Допустим, пишу, как назывался файл в старой версии, равно-равно, как называется файл в новой версии. Это гораздо облегчает процесс, но все равно занимает достаточно времени, чтобы все это найти. Ну, да, пусть они рандомизируют, пусть они что-то хочут делать, но код-то остается неизменным. Это просто усложнение небольшое. Но это не критично. Ну, защита — это всегда, по-моему, не про то, чтобы дать абсолютную гарантию чего-то. То есть защита — это такая, что усложняет взлом или делает его невозможным в текущий момент времени, потому что фактически даже для перебора в будущее могут появиться такие компьютеры, которым современная защита будет нипочем. Замок вешают от честных людей. Тот, кто хочет сломать, он сломает в любом случае, что бы они ни делали. Если в ВКонтакте делают шифрование либов, то, что ты мод не сделаешь без модификации библиотеки, и люди это ломают, как бы любую защиту можно обойти. Главное — желание. Ну, тут главное, чтобы был профит от этого взлома, потому что ты можешь потратить на этот взлом столько средств и времени, что профит от него ты получишь намного меньше. И тут опять же всегда затраты против прибыли. Ну, в принципе, да. Если есть цель, и если эта цель окупаемая, тогда можно потратить время и взломать. Если нет цели, просто взломать, чтобы взломать, как бы смысл ноль. Ну, это, по-моему, случай энтузиастов. Взломать, чтобы взломать, и сделать, там, не знаю, бесплатно, по-другому как-то, или доработать. Вот, в принципе, ты же на энтузиазме-то и работаешь. Да, мне просто было интересно, как оно, что там. Поэтому защитили, сломаем. Взяли, сломали. Какие инструменты вообще ты используешь, чтобы, вот, соответственно, там, взламывать релизную АПК-шку, разбирать ее, модифицировать код? Вот твой стандартный набор программ. Основной набор – это АПК-тул и АПК-сигнер. АПК-тул – это единственная утилита, которая разбирает АПК-шки. Раньше я пользовался Batch-АПК-тул. Это батник, который гораздо облегчает жизнь. То есть ты не пишешь всякие консольные команды. Использовал Batch-АПК-тул, Sublime-Текст-третий, для того, чтобы менять код, Android-Studio, чтобы писать Java-код. И все. Как бы этого мне хватало. В текущий момент, где-то полгода назад, я уже перешел полностью на VS-код. В VS-коде есть плагин АПК-лаб, который помогает разбирать приложения, подписывать их и все такое. Плюс в VS-коде мне нравится то, что там есть гид. Я могу просто от версии к версии отслеживать, в каком файле, что я менял и для чего. Тоже облегчает процесс переезда, но не так уж и сильно, но облегчает. Ну, на данный момент у меня получится мой джентльменский набор, так скажем. Это VS-код, Total Commander, Android Studio. И все. Ну, ладно, Photoshop, Illustrator, там для иконок, для всякой графики. Все, этого за глаза хватает. Взламывать? Взламывается все через, ну, простой архиватор. Открываешь архиватор, находишь нужный файл, который нужно удалить, который шифрует графику. Удаляешь его, все, готово. Давай теперь так, смотри. Мне, например, нужно какой-нибудь нести там доп-код. Вот как ты, например, там доволял пункты меню. Вот. Каким образом это происходит? То есть мы взяли, вот я понял, АПК-ху, распаковали ее, что дальше? Ну, для начала тебе нужен сам код с этими кнопками. Ты пишешь его, допустим, в моем случае я его пишу в Android Studio на Яве через плагин Java to Smalley. Я его переделываю в байт-код. Ну, добавляю свою директорию. Там получилось Smalley Class S9, Me The Dice и так далее. Потом должен найти место, куда вставляется хук. Хук это такая вещь, которая, когда код доходит до этого хука, он должен перейти, получится, в мой код и с моего кода взять, так сказать, кусочек кода, который сделает дополнительные кнопки. Это если так образно сказать. После этого собираешь приложение, подписываешь его, ставишь и проверяешь, работает оно или нет. В 95 случаях это не будет работать, поэтому надо будет снова открывать файл, смотреть, изменять, редактировать. И так методом проб и ошибок оно должно заработать. Рано или поздно. Слушай, а сколько времени ты потратил какую-то такую первую именно модификацию с дополнением, функционалом каким-то именно? По времени? Я сейчас даже не скажу. Ну, та же инста, допустим, полный переезд на новую версию занимает буквально неделю-полторы непрерывно работы. Это ты просыпаешься, завтракаешь, садишься и начинаешь искать, переделывать, доделывать. Это, грубо говоря, неделя уходит. Это без доработок каких-либо? Нет, это уже сразу с доработками. Это ты, я, получается, полностью добавляю свой код и начинаю как бы искать, добавлять, тестировать, проверять и так по кругу. Я имел в виду, что ты, грубо говоря, то есть никаких фичей дополнительных, которых добавил в предыдущем релизе, вот, когда перекатываешься на новый, не добавляешь. То есть, грубо говоря, тот же набор фичей инстандар, но только поверх новой версии Инстаграма. Это вот полторы недели. Это где-то неделя. Новые фичи занимают очень много времени. Вот сейчас я хочу сделать переключение с обычной темы на монет тему. У меня готово пока что процентов 75. Это еще надо где-то неделю, две потратить, чтобы доделать все до хорошего состояния, докрасить все, проверить, чтобы все работало. Новый функционал добавлять очень тяжело. Очень тяжело, потому что ты добавляешь функционал, в следующей версии все, он перестает работать. Те же самые жесты, которые были вот в 16-й версии. Жест, когда ты на фотографию зажимаешь, она у тебя открывается на весь экран. В 17-й это уже добавить нельзя. Они поудаляли все файлы, в которые добавлялись все хуки с жестами. Да, там осталось до сих пор это отключение дабл тапа, но это только потому, что он находится в другом совсем месте. И вот ты тратишь время, добавляешь эту фичу, проходит 2-3 версии, код удаляет, все, ты не можешь это добавить. Добавлять функционал в модификации это очень тяжело. Да, это возможно, да, это занимает много времени, но это тяжело. Да, и по сути это как бы это не особо того стоит. Ну вот в данный момент, на текущий момент прогресса инстандера я пока не знаю, что туда еще можно добавить. Да, люди пишут, которые хотят там скачивать прямые трансляции, хотят, допустим, чтобы вернулось список подписанных на тебя в ответ, но это уже невозможно сделать с технической точки зрения. Очень много дыр они залатывают, очень много что меняют, поэтому некоторые вещи, которые пользователи просят, добавить просто нереально. Слушай, а вообще насколько реалистично и как много вообще работы нужно проделать разработчикам инстаграма, чтобы ты вообще ничего не смог сделать, там, не знаю, выпустить новый мод или ничего туда добавить? Вот как много дыр у них еще таких вот, где ты хуки можешь ставить? Если они сделают хорошую защиту, если они сделают более серьезный обфуз кода, ну, в таком случае, да, в таком как бы чисто технически ничего нельзя будет сделать, но добавлять функционал как бы все равно хочется. Хочется скачивать фотографии, хочется смотреть, приближать аватарки пользователей, хочется там жесты всякие, хочется, чтобы у тебя открывался нормальный браузер, хочется, чтобы у тебя не было рекламы, хочется, чтобы у тебя хочется дополнительный функционал. Инстаграм этого делать не будет, потому что у них есть своя политика, у них есть свой курс, они как бы не будут от него отклоняться, они делают то, что делают. Да, они добавляют обновление директа, они добавляют обновление сторис, добавляют всякую ненужную мишуру, но действительно нужный функционал они не будут добавлять. Но вот из своего опыта, грубо говоря, с инстандарт ты уже 17 версий выпустил, это только мажорных, если считать, а вот за это время ты видишь какую-то тенденцию к тому, что защита становится серьезнее и сложнее, и вот там вот как сейчас часть функционала отвалилась из-за того, что уже нельзя влезть, вот как долго такое вообще происходит? Или в принципе это первые звоночки только? Ну, первые звоночки пошли где-то в версии 16, когда они начали шифровать строки, по которым находились настройки разработчика. Это внутренние настройки, которые они там включают, тестируют, что-то проверяют. Через эти же настройки делается улучшение качества, через эти настройки включалось очень много дополнительных фич, которые Instagram добавил, не включал. Сейчас они начали эти строки шифровать по байтным перемещениям. Это очень сложно, я где-то сутки потратил, чтобы разобраться, как это работает, но я не могу по уже зашифрованному тексту найти, перейти к исходному. То есть получится я могу из зашифрованного через словарь, через декодинг я могу найти, что этот пункт делает, но так просто взять и найти нужный мне, это уже невозможно. Это еще сложнее, это приходится почти каждый файл лопатить и искать то, что тебе реально нужно. И плюс мало того, что ты лопатишь, ты их ищешь, ты добавляешь их в декодер, через декодер прогоняешь, перегоняешь по словарю и находишь уже нужный тебе тоггл, а их может быть несколько, поэтому вот это самая серьезная проблема, которая появилась за последнее время. В основном не сильно они изменяют что-либо. Да, они удаляют старый код, они добавляют новый, но кардинально ничего не меняется, так скажем. Окей. А они вообще тебе хоть раз писали по поводу того, что слушай, ты что-то делаешь не то, это незаконно, удали-ка свою штуковину вообще? Нет, пока что такого не было, но я думаю, что в скором времени они могут так сделать. Они вообще знают о твоем существовании? Я думаю, они не знают, хотя с другой стороны может быть и они знают, как бы, со мной никто не связывался, но с другой стороны, если они меняют то, где я работаю, именно те части кода, которые мне нужны, возможно они в курсе, возможно нет, не знаю, но все же, мне кажется, в скором времени, когда станет еще чуть более популярным, они могут мне просто написать и сказать типа закрывай. В любом случае, у меня, конечно, в приложении нет аналитики, раньше была, но была она чисто для сбора логов ошибок, потом со временем я узнал, что она еще может собирать информацию об устройствах, версию андроида и какое устройство, чтобы знать на каком андроиде какая ошибка, и вот это был год назад, и вот год назад в месяц было 5 миллионов активных устройств, уникальных, и 5 миллионов, как бы это заметная циферка, и особенно эти 5 миллионов без рекламы сидят, поэтому явно у них есть какие-то убытки, если они узнают, что есть такая фигня, которая удаляет рекламу, и через которую много людей сидят, они конечно скажут типа закрывай или суд, как бы они могут это позволить, и в любом случае они будут правы, потому что модификация это незаконно. Даже по лицензиям гугла распаковывать апк, перепаковывать прочим это запрещено, то есть это тоже нарушает именно касательно андроид сборок нарушается права гугл права для предоставления инструментов разработчика и вот этих всех вещей. Да, тут полностью согласен. Как бы это полностью незаконно, вся правда будет на их стороне, но пока они не связались, пока пользуемся и пока делаем дальше. Да, если вот ты говоришь как 5 миллионов это год назад, то есть где-то на 2021 год, и я так понимаю аудитория только растет, вряд ли она там падает, особенно учитывая какие там у нас происходят ограничения во всем там копания, плюс на андроиде как ничего в качестве не меняется, почему вот я кстати стандарт нашел, я такой, блин, мне задолбало делать крутые фотки, а инстаграм их жутко пережимает на андроиде, то есть это вот мой был посыл, почему я нашел типа инстанта, то есть реклама там еще как-то терпелась, я немного сидел, но вот прям то, что они никак не улучшают в плане вот именно передачи контента, то есть что ты можешь там, у тебя хорошая камера, а ты все равно и я думаю база растет и 5 биллионов пользователей не смотрящих рекламу в зависимости от их активности, ну грубо говоря в месяц такая наверное может по меркам всей меты несущественная цифра, по меркам инстаграма наверное может быть уже серьезней удар, но в принципе тут еще такой момент, что знаешь, ты можешь какие-то вещи раскопать, какие-то уязвимости раскрыть и кому-то продать, тут еще такой момент может стоять, что например может быть какие-то вещи за этим дальше стоять и хуже, вот в этом наверное тут наверное самый опасный риск. Ну да, хотя я вот сейчас хочу сказать их защиту, в новых версиях качество публикации стало гораздо лучше, может быть это связано с тем, что они перешли на формат веб-п, то что он меньше весит и более в хорошем качестве, чем джипег, но качество у них стало лучше, с моей стороны как бы уже прям минимальное внедрение в процесс улучшения, там буквально маленькие косички типа поднятия битрейта для сторис или небольшое увеличение размера изображений публикуемых, но качество у них стало гораздо лучше, поэтому мне кажется это уже как бы не основной функционал. Это ты говоришь касательно картинок, а что касательно видео? Ну видео, ну да, согласен как бы. Самсунге очень хреново с инстой работает, очень хреново, мой гугл пиксель работает очень даже хорошо, фотографии, видео он грузит достойно, но все равно битрейт, битрейт желает знать лучшего, я не знаю, почему они не поднимут его, в чем это, в чем причина просто взять его и поднять, но он очень низкий. Ну вот на презентациях пикселей последних, когда был шестой, седьмой, вот два года последней презентации гугла, они прямо говорили, что они там поработали с инстаграмом и что у них меньше пережимаются там фотки, что они это поправили, действительно стало лучше. Но вот то, что например на айфоне качество инстаграма выше, там например все, кто там активно в инстаграме сидит пользуются айфоном, некоторые даже выставляют как какой-то может заговор специальный или какой-то там сговор Apple с инстаграмом и вот такая штука. Там даже, по-моему, полгода или год назад там глава компании как раз на инстаграм, он заявил, сказал, что он узнал наконец-то, что на андроиде качество намного хуже выкладного контента и соответственно там поработали на этом. Он только про картинки. Так ему говорят, сколько на сторис уже жалуются, на видосы, там невозможно. И вы вообще игнорите все это? Ну блин, уже как вот какой-то идиотизм. И больше похоже именно на теорию заговора против андроида. Там, насколько я знаю, там две разные команды, которые занимаются разработкой. Отдельный инстаграм под андроид, другой под iOS. Но меня один момент развеселило, скажем, то, что в настройках разработчика пункт улучшения качества для андроида назывался что-то там связанное с айфоном или iOS. Они прекрасно знают, какое хреново качество на андроиде. Они пытались, может быть, что-то с этим сделать, но айфон для них в приоритете. Все фишки, все всякие там приколюхи всегда появляются на айфон быстрее. Андроид в этом случае отстающий. И людей, которым нужен инстаграм для ведения бизнеса, для ведения профиля, и они используют айфон, я их прекрасно понимаю. Айфон дает гораздо лучше качество публикации, гораздо лучше качество записи. Запись на том же пикселе, вот как то, что я говорил за презентацию, у них улучшилась сама запись видео через встроенную камеру в инстаграме. То есть получается отдельно гугл камера, она пишет по своим алгоритмам и делает она это очень качественно. Но когда ты записываешь видео через инсту, она становится очень плохим. И когда на презентации сказали, через буквально несколько версий, встроенная камера в инстаграме начала поддерживать камеру туапи и стала снимать лучше. А на айфоне там с опи, я так понимаю, там проблем вообще нету. Там встроенная камера пишет напрямую так же, как и основная, поэтому там качество гораздо будет лучше, чем на андроиде. И с этим ничего не сделаешь. Ну вот да, то, что связано с камерой API, это вообще в принципе боль андроида. Я делал интервью с разработчиком умной камеры Яндекса, и как раз они активно используют камеру API. И у них там пачка претензий есть камера 2 API, и они сидят до сих пор на камере 1, потому что заимплементили и особо не видят смысл перехода на второй. Еще эта камера X появилась, которая как бы оберткой, которая дает себе там хороший опыт, но ребята опять же говорили, что она подтормаживает, даже я это уже понял, потому что сейчас там активно в новых версиях они делают специальный режим типа с минимальной задержкой, вот как раз так, из-за которых были жалобы на них. И в принципе Google прекрасно это понимает, но я честно не могу понять, почему вот не делается ничего именно в самой операционке, опять же, типа вот дополнительной библиотекой просто пытаются догнать камеру. И вот работа с медиа вообще не только касательно камеры, но и с воспроизведением видео, редактированием, все, что касается медиа кодеков, записи или воспроизведения, оно на iOS намного лучше, разработчикам дается без таких ограничений, как вот со стандартными приложениями в Android. Google, конечно, очень может хороший софт, Google камера там хорошее подтверждение, если они хотят, они могут сделать камеру очень классной, но поддержка всесторонних это тяжело, это боль. Ну, это Android, у него большая фрагментация, с этим надо жить. Или ждать, когда Google что-нибудь изменит. Вот ты сказал, что в Android-версии там в Dev-настройках прямо есть отсылочки к iOS-качеству, а вот какие-то такие еще есть, такие вещи, которые вот отсылают прямо к iOS-версии каким-то интересным таким фактам, про которые вот, например, то есть мы думаем, что они там не специально делают или что-то происходит, а вот прямо такие интересные сноски на iOS-там версию, вот по качеству, по другим вещам еще. Да нет, это единственный такой раз был, когда искал как-то камеру, как улучшить и такой, в смысле iOS. Типа, типа, вы знаете, что у нас хреновое качество на Android, и вы с этим ничего не делаете? Знаете? Хорошо, спасибо, значит, сами будем менять. Я помню, кстати, как еще в Facebook, у них была такая тема, у них прямо в офисе были корзины с Android-устройствами, и они прямо разработчикам выдавали их бесплатно, чтобы они с ними ходили и пользовались, и это из-за чего вообще вся ситуация пошла. У них стало понижаться качество Android-приложений на фоне iOS-ных, то есть их там всех, то есть в Facebook, что были, это еще когда, это еще до меты времена. И оказалось, что разработчики, которые пилят Android-версии, они не пользуются в жизни вообще, потому что у всех iPhone, и они просто даже не представляют, как это в реале работать, как с этим работать. Они на рабочую там тестят, делают такие, отдают тестировщикам, а в реальных сценариях не пользуются этим вообще. И вот это, кстати, тоже может быть, то есть версия Android-а, то есть именно Instagram-а Android-а такая, потому что как бы разработчикам-то и пофиг особо, им даже для себя не нужно делать, они тоже с iPhone-ами ходят. Ну да, у них, мне кажется, вся мета ходит с iPhone-ами, потому что это Америка, в Америке iPhone- это приоритет в основном. Это у нас как бы Android, свобода, то-сё. Ну, хотя и у нас, я смотрю, большинство моих друзей начали переходить на iPhone-ы. Я на них, конечно, за этого очень сильно злюсь, но, ладно, я могу понять, их не выбор. Но суть в том, что у меня есть закрытая группа с альфа-тестерами, которыми я скидываю, сырые билды, которые тестят. И там уже из десяти человек пять с айфонами, это уже, это звоночек. Гуглу надо что-то срочно менять. Ну, а что сказать тяжело? Огромная благодарность всем тем, кто донатит Android Broadcast и поддерживает этот проект. Благодаря вашим средствам я могу нанять монтажера, могу нанять классную студию, сделать хорошее качество звука и много-много других улучшений. Без вас это было бы невозможно. Если и ты хочешь поучаствовать в этом, тогда переходи по ссылочке на Boosty, поддерживай меня там, мне будет это очень приятно и позволит делать в вас контента больше и в лучшем качестве. У меня, смотри, какой вопрос стоял еще, самый интересный. Когда ты пересобираешь приложение, у них там что, нет, не знаю, какой-то SSL пиннинга, какой-то верификации того, что обращается какое-то приложение с другой подписью, их же подпись ты скопировать не можешь уже на свое приложение, то есть у тебя же нет сертификата, ничего, то есть нужно новую подпись сделать, да. И то есть они никак не проверяют, что с ними коммуницирует какой-то левый клиент с левой подписью, хоть может там и с тем же пакетом. Не знаю, мне кажется, скорее всего, у них нету проверки, подписи. У них есть API. API закрытый, но в приложении оно используется. Я меняю же сам доступ через API. Как-то немножко модифицирую, но сами API-то остаются те же самыми. Они просто, да, немножко изменяются, некоторые запросы блокируются, некоторые модифицируются, но сами запросы не меняются. Поэтому им, наверное, сложно отследить. Они могут отследить из-за того, что с некоторых устройств нету вообще показа рекламы. Вот таким случаем. А проверить по подписи, мне кажется, нет. Слушай, ну я помню Facebook SDK, когда я делал трейсинг веб-запросов через Чарлис, подменял там сертификат, ставил вот это все. Он прямо отказывался работать, потому что говорил, что типа, вот вы, типа, у вас сертификат не тот, короче, мы не можем вам доверять. То есть они прямо чекали вот фейсбучное. Я прямо удивлен, что Instagram вот той же защитой не обладает и никак не трекает. Для меня это было первым удивлением, когда я InstaAnder увидел. То есть я такой, блин, что они вообще настолько, типа, ничего там, не парятся и все делают в простом варианте. Может быть, потому что это Android, им как бы наплевать на него и они не заморачиваются. А может быть, просто им лень. Вообще печаль. не знаю, ну, ничего такого как бы нема. Я тоже как-то смотрел через HTTP Inject, какие запросы он отправляет, что он делает. Как бы там нету никакой защиты, нету никакой проверки. Слушай, у меня вот такой вопрос возник. А у тебя были такие какие-то идеи модификации приложений, которые у тебя не получилось сделать из-за там достаточно хорошей защиты? Нет, таких идей нету. Ну, трезво оцениваю свои силы. Я знаю, что, допустим, что-то я не могу сделать, поэтому я могу попытаться, но именно так, чтобы убиваться, нет. Да и в последнее время особо времени нету. Даже вот если ты какую-то попробовал сделать затею или там от ребят может своих коллег слышал, что они тоже пытались такие, блин, защиту хорошую сделали и ее там неоправданно долго пытаться обойти или вообще не получается нормальными способами. Да, нет. Не помню такого. Сейчас, кстати, я вот еще, когда копался, опять же, про безопасность, про взлом, Google Play сделала там набор инструментов, который, опять же, позволяет вот как раз-то верифицировать, что приложение не взломано, как это, оригинальное, не взломано, то есть совпадает с тем, что в Google Play, вот особенно, когда с тем же пакетом, потому что у тебя есть две версии, то есть одна именно прямо это вот фактически подмена Инстаграма с тем же пакетом к оригинальным и версия, то есть Инстандарт, которая вот уже другой пакет, другая иконка, то есть именно просто как рядом такое же приложение с таким же набором. И вот такие инструменты защиты, они, как ты считаешь, там могут являться угрозой, то есть потому что они фактически будут проверяться из кода самого же приложения, их, в принципе, вырезать можно, эти проверки. Ну, я за такое еще пока что ничего не слышал, вот я первый раз примерно такое слышу, ну, кто хочет, тот сможет сломать в любом случае, заблокировать, обойти, вырезать. Мне кажется, не будет особо проблемой. А ты вот, например, какой-то код из оригинального Инстаграма вырезаешь, там, показ рекламы, вот каким образом он отключается? Показ рекламы делается через код Гришки. Гришка сделал еще давным-давно код, который просто модифицирует запрос. Допустим, идет запрос на рекламу, его код немножечко это изменяет и блокирует его. То есть, получится, запрос идет, но реклама тебе не показывает, потому что она заблокированная. Вот примерно так оно работает. Она просто блокирует запрос. А вырезание какого-то кода ты делал из оригинальной версии? Нет. последнее время я вообще пытаюсь их код не трогать. Я пытаюсь все вывести именно на свой код и хуками все делать. Потому что ты трогаешь их код, они сервер на каком-нибудь переключательном встройках разработчика включают и людей все ломается. То же самое было недавно с комментариями. Они просто обновили разметку комментариев и все, и комментарии в инстандаре не открывались, они сломались. Надо заходить в настройки разработчика, отключать их, поэтому я стараюсь их не код вообще не вырезать. Может быть там в каких-нибудь местах я его немножко модифицирую, некоторые строчки удаляю, но чтобы глобально нет. Это того не стоит. Приложение может просто сломаться в один момент и тебе придется в экстренном все чинить. А ты добавляешь какие-то вот сейчас там, не знаю, сбор метрик, не знаю, там, крышей, количество пользователей, какое-то вообще понимание, что происходит с приложением именно твоей версии модифицированной? Нет. Уже где-то более полтора года никакой аналитики, никакого сбора, никаких данных нет. Я понял, что это мне не нужно. Да, у меня сейчас были мысли добавить Google аналитику, чтобы смотреть, сколько пользователей пользуются, чтобы просто знать для себя. Но я от этой идеи все же отказываюсь. Мне не нужны данные людей, мне не нужна метрика, мне не нужна аналитика. Я делаю то, что мне нравится, и все. Если люди этим пользуются, да, хорошо. Есть небольшая аналитика, но это чисто по запросам сайта. Это аналитика с главной страницы инстандера и сервера, там, где лежат от обновления. все. И то она приблизительная. Вот сейчас вышло 17.0 в первый день, получится в первые часы нагрузка на сервер поднялась до 1 миллиона запросов. 1 миллион уникальных пользователей. Вот примерно цифра, сколько людей им пользуются в день. Где-то, грубо говоря, 1 миллион. Но это приблизительно. Точную цифру я не знаю и как бы уже знать не хочу. Оно мне неинтересно. Я, кстати, тоже очень сильно ждал версии 17.0, потому что я, когда себе Pixel 7 купил, это же первый девайс вообще продакшн, который поддерживает только 64-битную архитектуру. То есть, ну, он, грубо говоря, x32 нативы запустить не может. Я себе ставлю инстандер такой, не, нельзя установить, он не поддерживается. Вот таким образом я на Диму и вышел. То есть, вот я такой, блин, давайте разработчику срочно писать, рассказывать, потому что мои фоточки из Pixel хочется опубликовать в самом высоком качестве. Ну, я считаю, это правильным решением. Архитектура ARMv7 очень устарела, поэтому то, что они первыми сделали такой шаг, это похвально. Я давно, инстандер вообще изначально был только для ARM64, это потом уже под давлением людей, я как бы, ладно, хорошо, сделаю ARMv7. И вот сейчас я снова вернулся к тому, с чего начал. ARM64 гораздо лучше архитектура. Они молодцы, что сделали ее по умолчанию и другие пользователи тоже, скорее всего, подтянутся и тоже будут делать ARM64. И это правильно. Ну, Google уже официально заявила, что это тренд и готовьтесь к нему, потому что устройств в 2023 году, которые будут x64 bit only, их будет только больше. Поэтому, то есть, выхода нет и прям не грируйте. Они в Google Play, кстати, те, кто вот боится, как этот переход будет проходить, они прям в Google Play, когда вы заливаете свою сборку, они прям вам будут подсвечивать библиотеки, которые у вас могут быть с косяками. То есть, Google прям максимально старается помочь. Плюс уже три года как обязательно нужно заливать 64-битные нативные сборочки, сошки, сошки, заливать и под 32-битные и под 64-битные если вы хотите поддерживать какую-то из архитектуры. Я более того скажу, вот перед тем, как сделать переезд, я сначала думал делать две версии, ARMv7 и ARM64. Ну, это, конечно, в два раза больше работы, потому что отверстие к версии обфуз будет разный. Но как бы остановился на ARM64 и остановился только благодаря опросу на канале. Там 97% пользователей у них есть поддержка ARM64. Всего лишь там процента 2-3 у которых ARMv7 только. Это очень непопулярная и очень старая архитектура. Ну, по большей части ARMv7 сейчас, я знаю, на ней устройства выпускаются, но это устройства бюджетные просто потому, что можно купить старые процессоры или выпустить их очень дешево, потому что это техпроцессоры, которые уже там давным-давно обкатаны, с малым браком. Те модели процессоров, которые на них были, очень дешево продают. И вот это именно как раз-то участь низкобюджетных устройств, либо очень старых. Вот одно из двух. Ну, да. Я читал там недавно статью, то, что ARMv7 капец, какой был незащищенный. это правильное решение, то, что они перешли на ARMv64. Это архитектура. Это как Windows XP сейчас использовать. Это уже, это устаревше. Например, допустим, я захотел тоже начать делать моды, или какой-нибудь наш слушатель, сейчас зритель, смотрит это и тоже решил попробовать модифицировать какое-нибудь приложение. С чего вообще начать? Где копать материалы, чему нужно, там, не знаю, обучиться, какой входной порог в это? Тяжело сказать. Ну, главное, это желание. Желание. Информацию в интернете по модификациям найти очень тяжело. Это все делается методом проб и ошибок. Ты просто разбираешь, смотришь и что-то пытаешься сделать. Гайдов особо нет. Да, есть тема на 4ПДА, где там могут что-нибудь объяснить, но это будут основы, как бы, ничего такого серьезного не сделаешь. Просто разбираешь, пробуешь. Получается хорошо, не получается, пробуешь еще. Но это нужно желание. Просто нужно желание, чтобы это делать. А вообще, есть какое-то там сообщество, у которого, не знаю, можно вопросы спросить? Грубо говоря, там, где группка в Телеграме или там на Stack Overflow какая-то веточка с топиком? Грубо говоря, где банально ты что-то можешь пообщаться с единомышленниками? Клуб мод АПК на 4ПДА. Вот это такое открытое сообщество, где там люди модифицируют приложение. Вот это вот да. это не основа, но там можно многому чему научиться. Можно смотреть, как люди делают, можно самому что-то попытаться сделать. в Телеграме я знаю только одну закрытую группу, к сожалению. И там уже достаточно состоявшиеся моды находятся, которые делают уже сильные и массивные модификации. А в интернете очень мало информации. Комьюнити очень маленькая, как по мне. Поэтому информации найти очень тяжело. А вот это закрытое комьюнити в Телеграме, оно русскоязычное? Да, оно русскоязычное. Я туда попал, скажем, случайно, но я там познакомился с очень классными и талантливыми людьми. Один делает модификацию ВКонтакте, другой там делает музыкальный плеер, третий делает еще один музыкальный плеер. Там очень талантливые люди. Мне даже кажется, на них в пони я выгляжу как какой-то ноунейм, потому что они делают действительно тотальные и классные модификации. Ну, люди, они очень хорошие. Они русскоязычные, помогут. Нам всегда свойственно занижать наши достижения. Я просто пытаюсь трезво оценивать свои возможности. Если я чего-то не знаю, я скажу, да, я этого не знаю. Я не смогу это сделать, потому что я служу себя объективно. У меня очень мало знаний. У меня очень мало знаний в Java. Мне очень тяжело писать код. Я сейчас хочу, пока мне еще остался немножко отпуска, я хочу немножко начать изучать Java более основательно, потому что этих знаний, которые у меня есть сейчас, мне очень мало. И делать что-то такое капитальное, как делают эти ребята, это очень тяжело для меня. Для них это как это что-то недостигаемое пока что. Слушай, ну у тебя тоже довольно хороший этап на фоне все это получается. Ну да ладно, смотри, еще такой момент, который я хотел обсуждать. Вот мы все, ты все, что привел примеры, это русскоязычное сообщество, вот именно, кто моды делает. А как много таких людей за пределами русскоязычного сообщества? Я вот сейчас могу сказать именно по комьюнити Google камеры. Там основа это был русскоязычный человек, потом подтянулся француз, бразилец, как бы. На западе тоже очень много талантливых модеров. Может быть их просто тяжело найти, то что мы не варимся в этой среде. Я говорю на русском, мне проще общаться на русском с людьми. Хотя английский как бы тоже хорошо знаю, но там тоже есть талантливые люди. так, слушай, у меня в принципе все и закончилось, что тут обсуждать. Вот. Наверное, только если кодопутствие еще дашь людям. Не знаю. Просто оставайтесь с людьми. Делайте что-нибудь, то что нравится вам, и то что пригодится другим. Не знаю, я не умею говорить красивой речи. Я могу что-нибудь сделать руками, доказать дело, так скажем, но не словами. Как вам это интервью? На самом деле, я был шокирован тем, что узнал, особенно, что человек, который делает моды, вообще не так глубоко погружен в программирование и выучил его просто потому, что ему нужно было, когда он докопался в определенных моментах в модах. Это прям взорвало мне мозг. Дима просто невероятный человек, я невероятно респектую. Если вы хотите его поддержать, то, что он делает, скачать инстандарт, поддержать вообще другие вещи, можно ему задонатить. Ссылочку я укажу в описании к этому видео. Обязательно переходите, если вам это нравится и будет полезен его клиент. Если же вам вообще есть что-то рассказать интересное, сумасшедшее, что вы делали какое-то уникальное, у вас есть прям классный опыт, или вы просто хотите чем-то поделиться, но не знаете, какую тему выбрать или вообще куда двигаться, обязательно напишите мне на почту. Я всегда рад помочь сообществу донести какую-то информацию новую. И мы здесь для того, чтобы делиться знаниями, шарить их друг с другом и набираться опыта. Как и я у вас, так и вы у меня. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.